здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья германия заявила что навального отравили боевым веществом класса новичок где-то мы такое название так давно уже слышали как мне кажется друзья а перед началом ролика я хотел бы вам порекомендовать свой новый познавательный канал который кстати так и называется познавательный канал канал молодой но очень перспективный на нем вы знаете ответы на такие вопросы кто живет на дне морянской впадины вредно ли хрустеть костяшками пальцев что произойдет если пить морскую воду почему одни страны богатые а другие бедные этот канал создан для того чтобы расслабить и отвлечь людей от нашей серой реальности если вам не сложно подпишитесь на этот канал посмотрите одно из видео а также поставьте лайк я буду вам очень благодарен ссылка на этот канал в описании под этим видео российский оппозиционер алексей навальный был отравлен боевым веществом класса новичок об этом сообщает правительство германии его действие может иметь долгосрочные последствия для человека специалисты лаборатории вооруженных сил германии нашли в организме политика следы нервно-паралитического боевого вещества похожего по составу на новичок об этом говорится в заявлении представителя правительства германии что феназайберга были предоставлены недвусмысленные доказательства наличие химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы новичок сказано заявление опубликовано на сайте правительства власти германии осудили покушение навального и потребовали от властей россии объяснений случившееся сегодня то есть друзья 2 сентября осудил руководство германии на совещании присутствовали в том числе и канцлер ангела меркель и глава мид хайка масс федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ес и нато результатах расследования через министерство иностранных дел по каналам предусмотрен для этой цели будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами федеральное правительство также свяжется с организацией по запрещению химического оружия рассказал зайберг по данному факту друзья только что высказалась и ангела меркель очевидно что один из ведущих оппозиционных политиков россии был отравлен для меня важно осветить нашу позицию алексей навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группа новичок в его пробах без сомнений были найдены остатки этого вещества стало очевидно что навальный стал жертвой правонарушения кто-то пытался заткнуть ему рот и от имени всего правительства германии я выступаю с осуждением того что произошло я бы хотела выразить слова поддержки в алексея навального и его семьи у которой сейчас непростые времена надеюсь он поправится и желаю ему этого только что звонила президенту германии проинформировала его мы ожидаем что российская сторона выступит с каким-то заявлением по этому поводу сейчас у нас очень сложная ситуация перед нами сложные вопросы на которые россия должна ответить ситуация с алексеем навальным привлекла внимание всего мира весь мир ждет ответов с учетом реакции российской федерации мы примем решение адекватной реакции на эти события правонарушение жертвой которого стал алексей навальный это правонарушение против ценностей за которые мы выступаем но и сразу же друзья продолжение этого видео сообщу что как говорится раз хотела ангела меркель каких-то комментариев со стороны кремля вот только что прокомментировал сам песков эту информацию сообщил он следующее что в кремль он сказал не поступало информации о том что в организме оппозиционера алексея навального были найдены следы яда новичок об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков нет до нас такая информация не доводилось ответил песков на вопрос журналиста тасс о том поступали ли в кремль данные о выводах сделанных немецкими экспертами вот такой вот друзья как мне кажется нелепый и простейший ответ дал представитель кремля представитель путина нет не поступало всего лишь на все но как мне кажется друзья в данной ситуации а ее никто не должен приносить на блюдечке если вы сами не смогли ума дать в какой там в омск или в томской больнице что произошло с навальным говорили потом уже что да это с каждым может случиться это какой-то вообще крестом непонятно что если у вас у самих мозгов не хватило добиться да правда хотя я считаю что причина здесь была совершенно другая и вам скажем так пошла навстречу другая страна а страна которая вообще не заинтересована должна быть в этом но она по какой-то причине была заинтересована потому что наши власти не заинтересованы в разбирательстве в этом в этом разбирательстве вот то вы должны стоять под дверями и И умалять, чтобы как только какая-то информация у вас появится, чтобы они тут же поделились. А мы сидим у себя в Кремле, там ждем, когда нам принесут на блюдечке данные, данные, вот эта вот экспертиза, расскажут, что как произошло. Вы должны просить сами, если вы действительно хотите действительно добиться правды в этой ситуации. И еще подчеркну вас, если хотите добиться правды, то вы должны действительно стоять под дверями и умалять, умалять представителей Германии, чтобы как только, как только у них какая-то информация появится, они тут же вам сообщили, и вы уже тогда смогли провести расследование. Конечно, его проводить у нас никто не будет. Ну, хотя бы, скажем так, создать видимость, что вы какое-то проводите расследование. Ну, и от себя, друзья, еще добавлю, что лишний раз, лишний раз эта экспертиза показала, что это произвели не какие-то дилетанты, это не какое-то простое отравление, там на бытовом уровне нет. Это средство новичок, оно просто так в аптеке не продается, либо где-то там, я не знаю, в подворотне, им никто не торгует. Его достать просто так невозможно, не то, что там очень сложно, его достать просто так невозможно. Тут нужно рассматривать два варианта, либо это действительно спецслужбы это сделали, либо-либо второй вариант у нас в спецслужбах, в этих секретных лабораториях, такой вот проходной двор, просто в чем я крайне-крайне сомневаюсь, я уверен, что, конечно, этого нет. Если бы, если бы этот проходной двор был бы в этих лабораториях, то, ну, естественно, эти лаборатории бы стали опасными, элементарно для нашей даже элиты, потому что вот этот новичок могли подсыпать, подлить там, подсунуть кому угодно из нашей элиты. Естественно, они этого допустить не могут. Но даже, друзья, если предположить, что действительно у нас там вот такой проходной двор, то это тоже очень плохо, очень плохо. И тут нужно не просто осуждать, а действительно искать человека, который, ну, сделал это с Алексеем Навальным и того человека, кто дал это, человеку, который сделал это с Алексеем Навальным, кто-то же подарил, скажем так, или продал, или просто дал попользоваться, или дал попользоваться этот новичок в любом случае друзья в любом случае тут нужно искать как исполнителя всех этих дел так и заказчика откуда он взялся просто так вот у нас новичок кто там им попользуется то тут попользуется кто отдает приказы такие кто вообще выдает эти тюбики с этими новичками что они свободном пользовании у нас уже практически по всей стране а то и по всему миру бегают на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч и 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